Слава Богу, что мы сегодня собрались здесь вместе и у нас есть такая великая возможность поклоняться Богу и слушать Слово Божие. Сегодня уже много было сказано, но тем не менее мы продолжим, потому что для этого мы собрались. И всегда, когда мы изучаем Священное Писание, читаем Его, мы познаем самого Бога, потому что Бог Он сказал, да, Евангелие Атеана, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, да? Помните, как дальше? Сядь, не понял. Не понял. Да, да, то есть когда мы начинаем исследовать Священное Писание, мы не просто видим знакомый язык, мы не просто замечаем какие-то слова, да, или какие-то идеи, мысли, которые трогают нас, мы начинаем познавать самого Христа. И в продолжении вот этой темы, которую сегодня Юра говорил, мы с ним не договаривались, но я тоже хочу говорить о неких принципах. Он говорил о блоге святости, а я хочу говорить о неких принципах, которые будут все более и более подчеркивать то, что мы являемся верующими людьми. И есть такие три великих добродетели, о которых мы прочитаем, но мы остановимся всего лишь на одной, чтобы нам ее уяснить и начать ей жить. Давайте откроем это Евангелие от Матфея, 7 глава. Это наградная проповедь, можно сказать, даже вот эти мысли, которые сейчас мы будем читать, это некий манифест такой, некое провозглашение того, что нужно нам, как верующим людям. И пока вы открываете, я читаю Евангелие, то есть я всегда замечаю то, что Христос, Он призывает нас к практике, чтобы мы это начали практиковать в своей жизни. Не просто, чтобы мы головы свои набили этими знаниями и ходили кому-то, ну, ответы давали на вопросы. Бог хочет, чтобы мы этим начали жить. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стиха прочитаю. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я вынул сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынул сучок из глаза брата твоего. И вот вновь обратим свое внимание, да, на суть вообще Нагорной проповеди. Тут есть такие три важные, важных повеления, которые Бог желает, чтобы мы исполняли. То есть в Нагорной проповеди написано, чтобы мы не судили, умели прощать и умели давать. Но я хочу сегодня остановиться именно на вот этом, чтобы мы не судили. Судить это выносить резкое критическое суждение о мотивах или побуждениях и поступках людей. И если мы сейчас заметим, то грех вот этот вот, да, как осуждение, он поработил весь мир. Поработил весь мир, если посмотреть в любую сферу жизни, то есть пускай это будет политика, наука, искусство, все пропито на этом. И самое печальное, или к минусу нашему, то, что иногда даже осуждение, оно проникло туда, где ему вообще не должно быть места, в среду детей Божьих. И мы можем это заметить, когда Иаков и Иоанн, помните, они захотели быть один по правую, другой по левую сторону Иисуса Христа. И их же друзья, они даже не затруднились в том, и даже не стали оттягивать, они собираются, что сделали, они осудили их. Мы что, самые хитрые, что ли? А мы что, думаешь, тоже не хочем, что ли? Мы тоже хотим там по левую, по правую сторону. Сразу же было же осуждение. Помните, когда Петр возвратился в Иерусалим из Кесарии Филипповой, когда он был там у некого Корнилия в доме, тут же иудеи что подступили к нему и что начали делать? Осуждать его. Как это ты с язычниками кушаешь? Помните, Каринская церковь чем занималась? Они говорили о Павликах, что он типа в посланиях только силен. Понимаете, то есть всегда происходит вот это вот осуждение даже в среде детей Божьих. И это не должно быть. То есть если мы дети Божьи, то есть мы должны аккуратно относиться к этим вещам. Мы должны понимать то, что это повеление обязательно к исполнению. С этого мы и начали. То, что Бог, Он призывает к практике. Не просто, чтобы мы знали, ну да, плохо осуждать, а чтобы мы начали этим жить, чтобы это не именовалось нашей жизнью. Осуждение молодых – это необходимые условия существования стариков. Оно разгоняет кровь, выводит желчи. Как писала одна писательница американская, Лоуи Смит, что якобы старики, они этим только и живут, что они осуждают молодых, потому что эта кровь разгоняет и выводит желчи из организма. Представляете, то есть если это на самом деле так, а ведь мы каждый станем стариками, чем мы будем заниматься? А? Если даже я. Не понял? Если я. Если, все понятно. Женя самый позитивный такой ответчик был. Судить людей за их ошибки – привычное нам дело. Когда человек какой-то что-то делает неправильно, он тут же получает, да, от нас некий выигрыш, да ты там болван или неправильно делаешь. Кто-то говорит не так, как мы, или поступает не так, как мы, то есть мы сразу же начинаем ему, этому человеку поддавать, то есть или говорить, что он тоже неправильно. Один человек, интересно, грехи и осуждения, описал так отношение членов церкви к своему пастору. Послушай, если он молод, у него нет опыта. Если убелен сединой, то очень стар. Если у него пятеро или шестеро детей, то слишком большая семья. Если бездетный, то не может быть хорошим примером. Если его жена поет в хоре, то улазит вперед. Если не поет, то не интересуется служением пастора, ну, своего мужа. Если проповедник пользуется конспектами, то его проповедь законсервированные и сухи. Если говорит экспромтом, то он неглубок. Если приводит много примеров, то пренебрегает Библией. Если не дает примеров, то неясен и скучен в изложении. Если он внимателен бедным, то прикидывается благотворителем. Если внимателен богатым, то ищет их денег. Если предлагает улучшения в церковной жизни, то он диктатор. Если он ничего не предлагает, то он просто фигура. Если осуждает зло, то он задиран. Если не осуждает, то идет на компромиссы. Если проповедует целый час, то он ветреный. Если меньше, то ленивый. Если проповедует истину прямо, то дерзкий. Если нет, то ленивый. Если ему не удается всем угодить, то оскорбляет церковь. Если он каждому угождает, то у него нет своих убеждений. Если проповедует десятину, выжимает деньги. Если об этом не проповедует, то не заботится о развитии церкви. Если все время проповедует только он, то утомляет людей. Если приглашает других проповедует, то уклоняется от своих обязанностей. Как быть? Вот как быть? Вот как бы там ни было, да? То есть, а еще люди говорят, а вас-то легко вообще быть. Понимаете? Вот реально, то есть, ну, сто пар глаз сидят и смотрят. И сканируют всю его жизнь. Понимаете? И так, и не так. И молодой, да опыта нет, старый. Сединой, да все, старый. То есть, это, ну, не угодишь. Понимаете? Не угодишь. Просто мы, как люди, то есть, как начинаем мы относиться к этим по всем вещам? Что мы начинаем делать? Вот этот список, он здоровенный. Я не стал еще весь читать. Я точно так же сначала и смеялся, и видел себя, и замечал какие-то недостатки, и встречал те мысли, которые между нами происходят. Понимаете? Это мы с вами. А Христос говорит, не суди. Да не суди, будешь. Понимаете? Не суди, да не суди будешь. Я специально некие вещи выбрал вот из этого огроменного списка, чтобы они сегодня, сейчас были озвучены. Чтобы мы услышали, чем мы живем. Многие дети Божьи, они относятся легкомысленно ко греху осуждения. Ну, что, ну, подумай. Я же ничего, как бы особенного-то не сделал. Ну, подумаешь там, осудил кого-нибудь, да, или плохо сказал, или еще что-то. В то время, как Христос сказал, что осуждение подвергается справедливому и немилосердному суду. Каждый из нас, он должен помнить, что грех осуждения других подлежит суду. И есть несколько принципов. Во-первых, осуждение отвергает заповедь любви. То есть мы никогда не сможем проявить заповедь любви к тому человеку или к тем людям, которых мы осуждаем. Мы его отсекли. И все, то есть как ты будешь ему любовь проявлять, если ты его отсек, если ты его осудил. То есть мы можем лишить себя. И несколькими стихами выше Иисус, Он учит нас и провозгласил. Любовь к врагам необходима отличительный признак детей моих. И если любите любящих вас, то какая вам за это награда? Любовь же не судит, а спасает. Христос, Он сам и себе сказал, я пришел, чтобы не осудить, а спасти. Я думаю, это великий пример для каждого из нас, чтобы мы к этим же вещам стремились. Мы больше должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Зачастую, когда люди хотят кого-то осудить или осуждают, они угождают кому? Себе, не ближним. Себе начинают обучать. Второе, осуждение морально убивает личность. Когда человек какой-то приносит очень много вреда нашей жизни, нашей семье, нашим родителям, он по идее, библейский, он не достоин ни одного осудительного слова. Это правильно. Понимаете? Когда человек делает нам вред, это не говорит нам, что мы имеем возможность. Ну смотри, он как делает пакостно. Типа нам дается возможность, что мы сейчас можем осудить его. Ни одного слова он не достоин. Знаете почему? Он и так уже в плачевном положении. И так уже в плачевном положении, что начал осуждать или что начал приносить какой-то вред тебе и семье Божией. Помните Бог, как сказал? Кто касается вас, касается что? Извините, ой, 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 ой. За мое отомщение. Не пытайтесь воздать сами за себя. Не пытайтесь осудить этого человека. Он и так уже в печальном положении. Его наоборот нужно оттуда вытаскивать, а не запинывать, не заталкивать еще дальше. Потому что это разрушает личность. Зато обложенными проблемами и немощами достойные сострадания близкие чаще всего слышат от нас слова осуждения. То есть мы совсем другое должны изливать из своей жизни. Господь, он говорит в Евангелии, что не может один источник издавать два источника воды, да, и курьку, и сладку. То есть это в частности сказано о наших устах. Не просто о какой-то, знаете, там здесь минералка бежит, а здесь кофе, там три в одно. Он говорит о нас. Как вы можете тут же молиться, петь, прославлять Бога? Бог, ты совершенный. Я вот просто сейчас смотрел и пел. Такие лица благочестивые. Понимаете? Все такие благоговейные стоят. И все вот так. Как мы можем этими же устами потом пользоваться в том, что взять кого-то, осудить, взять кому-то зло, наговорить кому-то, еще что-то. Но не должно так быть, правильно? Часто осуждение происходит за глаза. Мы с удовольствием начинаем рассказывать какие-то плохие новости о других, забывая, что злые языки страшнее пистолета. А у нас пистолет. ССС-меч. Понимаете? То есть осуждение зачастую происходит за глаза. Ну, в некоторых заведениях, закрытых, или о них, так еще говорят, не столь отдаленных, но если узнаешь, что человек за глаза делает, ну, минут 15 на землю не опускает этого человека. Понимаете? Не понимаете? Ну, ладно, не буду. В общем, он в воздухе не может даже упасть минут 15. Если узнаем, если человек будет за глаза. То есть я не хочу сейчас какие-то некие принципы, там, знаете, страшные, ужасные привлечь сюда. Представляете? Мы в какую себя ставим категорию людей, если мы начинаем осуждать. Давайте будем Бога бояться. Что сказано в Писании? Бойся попасть в руки Бога живого. Понимаете? Третье. Осуждение идет рука об руку со многими грехами. То есть само осуждение, по сути, одно не бывает, оно постоянно рука об руку с каким-то другим грехом. И их очень много. Лицемерие. Всегда идет с осуждением в руку. Никакой грех Христос так сурово не обличал, как грех лицемерия. Евангелие от Иоанна 8 глава. Помните, что там? Фарисеи, книжники привели взятую в чем? В прелюбодеянии. Что они делали? Осуждали. Ты смотри, Моисей сказал, вообще таких камнями побить. И так далее, и так далее. Ну вы все помните эту ситуацию. Христос, обличая Игорь, говорит, кто это не без греха, кинь первыми. И они от старших до младших все ушли. Многие богословы склоняются, знаете, к чему? Потому что многие из них, они были замазаны в этом грехе. То есть они сами пользовались ее услугами. Понимаете? Зачастую человек осуждает другого человека. Знаете почему? Потому что он сам замазан в этом. Или прикрывая свои вещи, то есть он начинает на человека выливать. Понимаете? Легче на кого-то вылить, опа, а я типа не такой. Так это наоборот показывает, что ты такой. Что у тебя есть проблема. Давайте будем понимать эти все вещи. Вот еще некоторые грехи, которые идут рядом с осуждением. Лицемерие, невежество, превозношение. Судить это значит говорить не на равных. Это то есть возвышать себя. Когда я осуждаю, вот вспомните себя. Мы ниже человек, мы слышим. Ты смотри, как он делает вообще. Вот что он там делает? Ну что она так делает? Планочку задравить свою. Понимаете? То есть когда я осуждаю, я сразу же из себя исконяю что? Дух кротости, дух смирения. Сразу же все нету в твоей жизни. Когда ты начинаешь осуждать. То есть осудить это знаете, это одеть мундир прокурора и выносить приговор человеку. Всегда заканчивается не это. Помните пример превозношения? Аарон и Майяне. Что они сделали? Эх ты, Моисей, младший брат, еще. Не мог к нам подойти, мы бы тебе помогли. Еще что-то. Помните, что Бог с ними сделал? Хотите? Проказывайте. Хотите проблему? Начинайте осуждать. Или продолжайте жить этими вещами. Но у нас сегодня будет молитва. Будет молитва именно о том, чтобы наши сердца изменились. Чтобы мы перестали жить этими вещами. Чтобы мы это выбросили и забыли, где это валяется. Это не нужно, это мусор. И Бог, Он говорит в Слове Своем. То есть, как ты можешь брату сказать, вынь сучок, если у тебя у самого бревно. Самое интересное, это от собственного бревна еще сучок-то у брата. Лицемер говорит. Сначала у себя бревно вытащили. Понимаете? Ты и так там в плачевном состоянии находишься, ты еще начинаешь там переделкой другого заниматься. У тебя и так время ограничено. 70 при большей крепости 8. Этого и то мало времени. А ты начинаешь там переделками. Да ты на себя посмотри. В своей жизни, то есть, что там на глубине у тебя. Вытащи это. Избавься от этого. Мешать это будет тебе. Представляете, буквально. Идем с бревном к глазу. Удобно? Классно, да? Фок, там взял, курточек понавешал, за место вешал. Да неудобно. Ты реально не увидишь то, что Бог будет до тебя доносить. Потому что это тебе будет мешать. Ну, зрение-то. Может быть, услышишь, но не увидишь, это точно. Что еще идет с осуждением? Раздражение, гнев. Зачастую, именно в этих эмоциях человек начинает осуждать. Мы не можем сказать, что, знаете, я там правильно осудил кого-то. И, ну, вот подумаешь, погневался. Яков четко говорит. Гнев человеческий. Не троги правду Божи. Понимаете? То есть, когда я осуждаю, то есть, еще и идет там довесом очень много грехов. Которые тоже не будут показывать меня, как верующего человека. Или, как сегодня было вышесказано. Представляете, новый человек пришел, да? И увидел это в нашей жизни. То есть, мы как себя покажем? Как верующих людей, он скажет, ну, чу себе болото. Я лучше пойду туда, там и то привычнее, да? Я знаю, где, как там. А здесь нет. Вот какие-то вообще. Давайте, друзья, будем освобождаться от этих вещей. Четвертое. Осуждение есть покушение на право Бога быть судьей. То есть, Бог судья. Когда я пытаюсь кого-то осуждать, то есть, я покушаюсь именно на место Божье. Я не просто пытаюсь рядышком, ну, че я вот, ты верховный судья, а я там полусудья или средний судья. Ну, вот там, по району судья. Нет, Бог один судья. Кто-то, осуждающий чужого раба. Пред своим Господом стоит он или падает и будет восставлен, и посилен Бог восстановить его. Не мстите за себя возлюбленным, но дайте место гневу Божьему. Господь нас вычит тем вещам, чтобы мы осознавали, кем является Он, чтобы мы понимали то, что реально это находится в Его руках. То есть, мы сами по себе, то есть, мы не можем выносить какие-то суды. Зачастую, когда человек начинает, ну, пытаться вынести какой-то суд, он переходит на Личность. Понимаете? Зачастую, вот у нас именно так. Мы начинаем говорить о Личной, не говорим о грехе, не говорим то, что как Бог относится к этому греху, а начинаем уже переходить на Личность. То есть, осуждать самого человека. Из-за этого его соотношение. Из-за этого, то есть, мы этому человеку не лучше делаем, а намного хуже. Помните, когда писал свои послания, он, если и ставил человека на место, то он ему и помогал. Понимаете? То есть, он ему отдавал еще выход, он ему помогал выйти из этой ситуации. Он не просто его осудил, знаешь, и все. Он начинал молиться за этого человека. Он начинал помогать этому человеку выйти. Пятое. Осуждение не своевременное. Понимаете? То есть, когда мы занимаемся осуждением, то есть, оно не своевременное. То есть, еще не настало то время, когда мы можем осуждать. Но придет наше время объективно судить дела человеков и падших ангелов. Вот это мы сказали. Тогда мы будем располагать достоверной информацией об их делах и поступках. Зачастую люди, они осуждают других людей. Знаете почему? А потому что у них не достает информации. Они вот со своей колокольни посмотрели и взяли и осудили. А ты вникни вообще в суть-то. Посмотри, что в жизни человека, почему он так поступил. Когда человек разберется, зачастую он... Че сделал? Понимаете? Че сделал-то? А слово не воробей. Понимаете? Вы же все помните, да, из этой книжечки «Сеется семен» пример? Когда там одна женщина пошла из-за пресвитера, худую молву распустила, а потом ноги покаялись вроде бы. Подошла пастырь, вот я там за вас. Он говорит, ну знаешь, что сделать? Иди на следующий день с подушкой на центр площади и распуши ее всю. Она говорит, ладно. Все, больше ничего не надо. Ну потом придешь, как сделаешь. Пошла, распушила всю эту подушку. Все пастырь, я сделала. Он говорит, а вот теперь иди и каждую пушинку собери. Понимаете? Ну нереально. Ветер, да то все. Кто там, может, себе набрал, подушку делай. Тоже кого-то осуждает. Понимаете? И так далее, и так далее. Представляете, то есть наше что-то, что вылетело, не узнав вообще полностью всей информацией, не владея всей информацией, то есть может принести вред. В первую очередь это нам приносит. Обрекает ли нас запрещение осуждать кого-либо на молчании и пассивное отношение к раздругу? То есть мы тоже не должны молчать. То есть мы не должны сейчас научиться то, что, знаете, осуждать нельзя. И все, и когда вижу грех, я вам, да что, брат, кури, там, знаешь, мне показалось, там, знаешь, я не увидел. Нет, это не он, там, знаешь, еще что. Мы не должны молчать. Но как быть? И осуждать нельзя, и молчать нельзя. Помните Иоанн Креститель? Он что молчал? Ну, порождение ехиднивое, да, там, не змеи под колоннами. Как он только мной не говорил, но он реально отталкивался от стандартов Божьих. То есть он не начинал, то есть людей христа таки. Он начинал показывать, то есть чем они занимаются, чем они живут. Павел, ну, то же самое. То есть он не молчал, он говорил о поступках людей. Наша задача выразить не свое отношение к греховному поступку, а отношение Бога. То есть человеку нужно показать отношение Бога. Смотри, ты верующий, да? Смотри Бог, как относится к этому. То есть когда мы не осуждаем, а когда говорим вот именно картину Божию, вы знаете, что делаем? Мы берем этого человека и предоставляем Богу. И Бог уже начинает работать в свою жизнь. Не мы начинаем переделкой заниматься, осуждать его, вгонять куда-то в какие-то условия. Бог начинает это делать. Он начинает это совершать в жизни. Мы именно призваны к тому, чтобы проливать свет Божьего Слова на поступки. Тогда мы творим не свой суд, а суд Божий. Тогда человек будет иметь дело с Богом, а Бог с его жизнью. Это и есть судить судом правильным. Можно сделать некоторые выводы, и я не поленился их сделать. Сейчас мы будем молиться, будем молиться именно о том, чтобы Господь, Он менял наши жизни. Менял наши сердца. Нам сегодня необходимо молиться о том, чтобы греха, осуждения не было в нашей жизни. Чтобы мы не занимались этим, не за глаза, никак, чтобы это вообще ни в каких оттенках, не знаю, сферах нашей жизни это не проявлялось. Потому что Бог, Он учит нас в своей Нагорной проповеди. Суть Нагорной проповеди говорится именно о том, что нам необходимо просить Бога обуздать наши уста. Потому что мы знаем из Библии то, что совершен человек, который обуздывает свои уста. Мы понимаем, что мы не таковы. И нам нужно молиться об этом. Какой бы Давид мощный не был, да, муж Божий, то есть он это осознавал. То, что без Христа я сам по себе не смогу. Это 140-й псалом, хотя бы третий стих. Положи, Господи, охрану уста моим и огради двери уст моих. Он просит об этой помощи. Он реально осознает и понимает то, что ну сам по себе я не могу. Вот просто я знаю, что так нельзя делать. Но этого мало. Нужно молиться начать. Нужно начать идти этим путем. Вот эти маленькие победы. Будут приносить большие победы в нашей жизни. Если мы будем маленечко себя контролировать и держать свой язычок за зубами. Мы обсуждаем других. Что еще необходимо? Просить Бога наполнить нас духом любви и относиться к грешнику как к больному, а не как к преступлению. Ведь никого же особо не теребить, когда мы приходим в больницу и видим множество больных. Но это то место. Точно так же, когда мы приходим в церковь и есть люди где-то они со своими еще шероховатыми, да это не должно нас колышать. Ты на себя посмотри. Ты от хорошей жизни к Богу пришел что-нибудь? Понимаете? То есть мы должны на себя смотреть. То есть и вот нам необходима сегодня именно такая молитва, чтобы мы молились Богу, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы просили о том, чтобы наши сердца, они сегодня были изменены. Чтобы мы не поступали как фарисеи, которые привели это при любое деяние взятое. Чтобы мы не были просто этими гробами подкрашены или стеной подберены. Чтобы не был просто наш фасад красивый, чтобы внутри была красота. А она будет тогда, когда мы будем вытаскивать вот эти бревна из своих глаз. И в первую очередь дохода обратиться к тем людям, которые еще все же находятся в лжи. Которую жизнь еще все же продолжает сатана в рай. Есть сегодня реальная возможность это изменить. Реальная возможность призвать Бога в жизнь свою освободиться от этих всех пороков, от этих всех проблем, которые терят. Мне не нужно было доказывать, когда я еще не знал Бога, что моя жизнь была проблята. Я понимал то, что какими я путями ходил. Я понимал то, что люди, которые общаются со мной, то есть они все испытывали проблему. Они все испытывали трудность и негатив. Потому что моя жизнь была вот такая. Но когда человек призывает Бога, он разрушает эту ложь сатанинскую. Он разрушает это всякое проклятие. И он должен научиться, этот человек, жить по-могу, жить по-божему. И сегодня было сказано, не судите, да не суди на Бога. Ибо какой мере вы мерите, такой и вам будет отмерено. Или каким судом вы судите, таким и вам будет. Таким и вас судом осудят. Один интересный мудрец так сказал, говорит, лучше пускай Бог меня осудит за мою чересчур милость, чем чересчур строгость. Понимаете? То есть есть тоже такой оттенок, то есть куда мы себя причисляем, к каким людям, к какой категории. И вот эти вот позиции, о которых мы сегодня говорили, они должны нас вручить. Чтобы мы не пытались одеть этот мудрец на себе. Давайте мы сейчас вставшие будем молиться о том, чтобы Господь менял в нашей жизни, менял в нашей сердце.